Генеральный партнер программы – компания «Движение нефтепродукт». Трофей! Рыбалка! Женя, без движения нет, у Женя – слоган нашей передачи, который начинается в 20 часов и 3 минуты. Добрый вечер, говорю я, у микрофона Владимир Сметанин. Ну и, конечно же, я приветствую гостя программы, эксперта компании «Арсенал» на улице Комсомольской, 8, и профессионального рыболова Василия Мамонова. Василий, добрый вечер. Да, добрый вечер, друзья. Мы с ними работаем в прямом эфире, программа будет интересной, безусловно. Я немножко сейчас пройдусь по нашему регламенту, сейчас обозначим тему, будем разговаривать. В конце программы наберем по телефону нашего победителя, первого победителя конкурса, который получит подарочный сертификат как раз-таки от компании «Арсенал». Но напоминаю, что конкурс будет продолжаться. Все подробности сейчас не буду сообщать, обращу на это внимание в конце передачи. Но скажу для затравки, что в группу ВКонтакте нашей радиостанции заходите, там вся информация подробная есть. И о призе, который будет разыгрываться через неделю в следующей программе, тоже сообщим минут через 40-45. Хорошо? Конечно. Да. Ну а теперь поехали. Мы сегодня поговорим о рыбалке в Кирове. Рыбалка в городе. В городе. Для меня это что-то необычное и непривычное. Я думаю, что многие сегодня сделают открытие. Неожиданно как-то вот знать и узнавать о том, что не выезжая никуда далеко, за пределы нашего города, можно найти великолепное место с великолепной природой, водоемом и, собственно, поймать достойный улов. Ну да. На самом деле, на сегодняшний день вот такая рыбалка в городе, а ее можно немножко разделить. И сразу вот хочу сказать, что есть такое понятие, как стритфишинг. Что это такое? Стрит улица, фишинг, рыбалка, уличная рыбалка? Уличная рыбалка, городская рыбалка. Где сразу Москва-река какая-то представляется. Вот люди выходят туда в центре города и забрасывают. Да, совершенно верно. То есть в больших мегаполисах где-то, да и у нас на самом деле, то есть в городе можно порыбачить там на вятке где-то еще там рядом. Но сегодня мы будем говорить о таком виде рыбной ловли. Во-первых, это коммерческие водоемы, вот правильное название. Ну, платная рыбалка, вот их многие называют платной, но все-таки это вот именно платники. И у нас вот сейчас это движение очень сильно развивается, очень классно, что у нас в нашем регионе, в нашем городе появилось такое место. Многие скажут, ну вот, там платить за рыбалку или еще что-то. Друзья, так или иначе, любое хобби, оно связано с какими-то там тратами денежными. Да, бесплатного ничего не бывает. Чем хороша такая рыбалка? Тем, что увлеченный рыболов за отсутствие там времени, да, там сил каких-то может позволить себе там выехать на пару часиков и заняться любимым делом. Там, да буквально на обеде можно съездить, да. Ну, я знаю из рассказов Василия, действительно, есть такие люди, которые буквально на обеде, на перерыв отлучаются и утворяют свою потребность рыболовки. В течение часа, там двух можно прекрасно провести время за любимым занятием. Такое место у нас находится, это рыболовный клуб «Белуга». Во-первых, плюс в том, что здесь рыбалка очень необычна. На наших там реках, озерах, прудах, которых у нас в городе на самом деле не так и мало, можно половить привычную нам рыбу. А здесь есть шанс поймать ту рыбу, которую многие видят только на полках-магазинах, да, там на витринах. То есть это форель. Это очень серьезная рыба. Чем она хороша? Лутосевая. Да, чем хороша? Ну, во-первых, это отличные гастрономические качества. Это раз. Во-вторых, это очень хитрая рыба, которую нужно... Вот многие думают, как вот я приехал на платник, все, я закинул, у меня сразу клюнуло. Это абсолютно не так, потому что форель, рыба действительно хитрая. Ее запускают, когда в водоем, она там первый, например, день, она находится в таком... Ну, адаптация у нее проходит. Все, потом она привыкает. И потом она привыкает к приманкам, которые забрасывают рыболовы. И у нее такая избирательность там прям ого-го. Я думаю, что в одной из передач мы там покажем даже, да, расскажем. Да, мы очень будем стараться, да, мы сейчас озвучим ту дату, когда мы, собственно... Да, покажем, расскажем там, какие арсеналы используют рыболовы. И честно, вот, например, для себя рыболова со стажем для меня было открытием, и это такая болезнь определенная, да, форелевая эта рыбалка. Там очень-очень красивые блесны, они разноцветные. Вот цветовая гамма просто там поражает воображение, и нужно подобрать правильную блесну, правильный вес, выбрать правильный горизонт проводки, снасть, и все-все-все. То есть вот это все, скажем так, в комплексе дает точно такое же удовольствие от рыбалки, как на диком водоеме. Главное, чтобы это поражало воображение непосредственно рыбы. Рыбы рыбы, да, непосредственно форели. Плюс в том, что рыба очень-очень сильная, очень сильная. И, скажем так, навеска, которая там сейчас существует, вот в рыболовном клубе Белуга, запущенном в водоем, там рыбка не мелкая. То есть это не 300, не 400 грамм, такие особи там 700-800 килограмм, полтора, там 2 килограмма. И многие думают, что ну вот там платить за рыбу. Ну, друзья, давайте будем реалистами. Мы же ходим в магазин и покупаем рыбу. Например, вот в том году на примере там моих друзей они говорят, ну а что, вот я там сейчас поеду на рыбалку, поймаю рыбину, мне там за нее надо заплатить. Я говорю, ты расценивай это как поход в магазины, плюс получение удовольствия от рыбалки. Плюс ты сам почувствуешь себя охотником, да? Да. Побороться со стихией. Конечно, ты поймал эту рыбу, ты получил удовольствие, все классно, ты провел отлично время за любимым занятием, пришел домой, там приготовил ее вкусно. Какой воспитательный момент еще, да, когда ты своему ребенку, если ты приезжаешь. Да, вот смотри, она в магазине-то не просто так берется, ее сначала оттуда надо выловить. А как выловить, вот сейчас увидим. Попытаемся. Ну, это вот как раз вот я хотел еще заострить внимание на том, что вот такие водоемы, это отличный полигон для того, чтобы приучить детей к рыбалке. Во-первых, там очень комфортно, то есть это сделаны деревянные помостки вокруг, да, то есть мы не ходим там по какой-то грязи где-то, не знаю, там по высокой холодной там сырой траве и еще что-то. То есть здесь очень комфортно. Во-вторых, рыба все равно, ну, мы точно знаем, что она здесь есть, нам нужно только подобрать к ней ключик. И, например, там приезжая с детьми, там есть удочки в прокат, спиннинги, все, что нужно для рыбалки. Абсолютно можно голым приехать. Все, можно вот просто приехать, выйти из машины, зайти и сказать, я хочу поймать рыбу. Там, скажем так, квалифицированный персонал, который поможет подобрать необходимую снасть, покажет, где это нужно сделать, расскажет, как. Все, то есть с ребенком, с семьей там можно отлично провести время. Вот, но сегодня мы поговорим о том, что помимо, ну, классной такой обычной рыбалки, да, сейчас семимильными такими шагами развивается движение, которое называют арея ловля, да, ловля прудовой форели, специально запущенной. И у нас в регионе вот есть такое место, и мы сейчас будем там проводить соревнования. 28 октября, это будет воскресенье, пройдут первые соревнования по ловле форели, открытый турнир по ловле форели спиннингом, именно спиннингом, подчеркну здесь, соответственно, в рыболовном клубе «Белуга». Он открытый, участвовать могут абсолютно все желающие, то есть там дети, жены, все сами увлеченные рыболовы. Участие индивидуальное или командное все-таки? Участие индивидуальное. Каждый сам за себя, да? Участие индивидуальное, но по правилам немножко расскажу, они очень-очень простые. Тур состоит, тур будет один, два часа по времени, то есть этого вполне достаточно для того, чтобы определить, кто что у нас все-таки там сильнейший. К зачету от каждого участника принимается две рыбы, две рыбы, и выигрывает тот, кто в этих двух рыбах сможет принести наибольший вес. При равенстве веса, ну такое может быть, но очень-очень редко бывает на соревнованиях, при равенстве веса выиграет тот, кто раньше поймал рыбу. Соответственно, у каждого участника будет протокол, в который судьи будут фиксировать вес и время непосредственной поимки. Вот, и поэтому вот здесь мы выявим сильнейшего. Будут отличные призы от спонсоров, то есть это все-таки соревнование, да, которое должно поощряться, поэтому призы обязательно будут. Так что всех ждем желающих 28 октября рыболовный клуб «Белуга» с 10 до 12 в 9 часов регистрации, то есть в 9 часов можно приехать и уже зарегистрироваться на месте и поучаствовать. — Заранее нигде не надо регистрироваться? — Нет, заранее регистрироваться не нужно. — Прямо на месте? — Да, конечно, прямо на месте. Мы там все будем, ответим на какие-то вопросы, да, возможно, там дадим какие-то подсказки, расскажем, покажем. Ну, те, кто первый раз будут участвовать, первый раз, кто приедет половить рыбки, мы, скажем так, поможем немножко. А теперь вообще о том, как ловят форель, на что, скажем так, чем интересна эта рыбалка. Интересна тем, что, во-первых, родоначальниками этой ловли были японцы. У них там своя отдельная философия. Они же такие люди-то, да, очень... — Ну, зачастую мы берем с них пример, да. — Да, они так очень вдумчиво ко всему подходят. Это были японцы, у них такая своя там ловля. Они первые начали это все пропагандировать, они первые начали делать соревнования. Вот мы с них там это подхватили. Все, у нас сейчас это развивается. Ловля ведется спиннингом, но с очень-очень маленькими тестами. То есть это ультралайт, да, очень легкие спиннинги с тестами там до 2 грамм, до 3 грамм, до 5 грамм. Но мы ловим достаточно сильную рыбу и, на самом деле, вываживая ее на такой тонкой снасти, а там используются миниатюрные катушечки, очень тонкие шнуры, маленькие-маленькие блесны. И японцы используют всегда безбородые крючочки. Ну, чтобы рыбу сильно не травмировать, потому что они ее потом отпускают. Чтобы ее можно было безболезненно для рыбы снять с крючочка и обратно. А там рыбу трогать даже не надо. Там используются силиконовые подсачки, которые абсолютно не травмируют рыбу с такими широкими-широкими лентами, да, силиконовыми. Она просто в него кладется, там буквально вот слабина, крючочек выпадает, бац, ее отпускают в воду. То есть там рыба не травмируется вообще никаким образом. Соответственно, там огромнейший выбор приманок, чем можно половить форель. И, например, вот сейчас там очень часто приезжая на водоем, вот в Белугу, я замечаю, что там многие совершают ошибки. Они приезжают с обычными нашими снастями, которыми они ловят там рыбу на привычных водоемах, там где-то на лядке, там еще там где-то. Привычные статьи, блесны, воблеры. Блесны, воблеры, да. Резина, как ее называют, да? Резина, совершенно верно, но это все таких больших каких-то размеров. То есть здесь вся фишка в том, что приманки используются очень-очень миниатюрные. То есть их там, например, если колеблющиеся блесны, их еще там называют микроколебалки, потому что там реально вес там один грамм, два. Ну, соответственно, чтобы забросить такую приманку, как раз и нужен ультралегкий. Да, спиннинг такой там нужен, вот. Такие блесны всегда есть в продаже, их там можно купить, посмотреть. Отличаются тем, что там, вот как я уже сказал, просто огромнейшая цветовая гамма. И форель такая рыба гламурная, ну вот не знаю, у нее там, например, любимый цвет в приманках, это вот реально там какой-то такой ярко-ярко-розовые, оранжевые оттенки, такие кислотно-зеленые какие-то, еще что-то. Я, честно скажу, вот со своей стороны не представляю, почему. Потому что, ловя рыбу там в обычных, естественных условиях, нормальную нашу с вами рыбу, мы всегда пытаемся подобрать приманку, которая будет там максимально... Естественного цвета, да? Для водоема. Ну да, естественного для водоема, то есть который будет максимально напоминать рыбе ее кормовой объект. Что вот эти блесны напоминают форели, я не понимаю. То есть форель это активный хищник, которая в естественной своей среде, да, обитание питается, ну, рыбой. Ну, тем, что помельче. Да, то есть рыбой, там, какими-то насекомыми, еще что-то, ну, то есть это нормальный активный хищник. Чем она руководствуется при выборе вот таких вот блесенок, я не понимаю. Соответственно, ее ловят, там есть два класса приманок, два класса приманок. Это колеблющиеся блесны, вот эти микроколебалки. И резиновые приманки, да, но там уже такие вариации, имитации личинок каких-то, да. То есть тоже очень ярких цветов, как правило. И с такими необычными запахами, там, например, сыр, креветка. А, то есть еще и ароматизатор еще присутствует. Ароматизатор, конечно, резина съедобная, все. Вот если там рассматривать, например, ловлю там не на спиннинг, вот немножко отвлечься там на поплавочную удочку, очень прекрасно ловится форель. Там любимые у нее приманки, это отварная креветка. Ух ты. Ну, вот так. Не ожидал, я не знал, к сожалению, да. Ну, вот такие приманки ловят там и летом на удочке, да, там зимой. Вот креветка одна из лучших приманок для нее. Но, тем не менее, мы сегодня говорим о спиннинге, как поймать ее спиннингом. Но на спиннинг все-таки трофеи побольше попадаются. Или так не скажешь? На спиннинг, скажем так, ну, по трофеям нет, но на спиннинг ловить интереснее. То есть вообще спиннинговая ловля, это постоянная динамика, это постоянное движение. Для ловли форели, например, очень-очень важно подобрать горизонт ловли. Вот на этом я немножко так даже поподробнее расскажу. Как раз для тех, кто, возможно, заинтересуется поедем на соревнования, это будет небольшой подсказкой. Такая штука, что форель, она всегда находится в каком-то определенном горизонте воды. То есть есть, например, у нас глубина там в 3 метра. Она может находиться либо у дна, либо там где-то в толще воды, либо на самой поверхности. И вот тот рыболов, который сможет определить, в каком горизонте стоит рыба, всегда будет с уловом. Очень часто я наблюдаю такую штуку, там закидывают, не знаю, там блесну, кладут ее на дно, ведут в придонном слое, не клюет. Мы там стоим рядом, мы нашли горизонт ловли, я понимаю, что форель там находится, например, с самой поверхности. Не на дне она, да? Да, вот на самой поверхности. Ты делаешь заброс, и поклевки происходят на каждой проводке. То есть делай заброс, не жди, когда приманка опустится на дно, а начинай проводку. Да, но здесь есть нюанс. Как определить горизонт, в котором стоит рыба? Приборами нельзя пользоваться. Приборами пользоваться нельзя, во-первых. В рамках соревнований, да? Да, нельзя, во-первых. Во-вторых, с берега это не очень удобно делать, пользоваться эхолотом. Существуют они такие, но неудобно. Все очень просто. Мы делаем заброс. То есть, как правило, начинать ловлю лучше всего именно с блесны, да? Потому что приманка более дальнобойная, и с ней мы как раз можем определить горизонт. Делаем очень просто. Мы делаем заброс, и как только приманка у нас приводняется, мы начинаем считать. Там один, два, три, четыре, пять, там. Допустим, на дно приманка у нас упала при счете 10. Телеска провисла. Все, вот при счете 10 у нас приманка лежит. Шнур, простите, уж как-то. Да, ну, шнур. Леска, шнур. Вот, все, приманка у нас находится на дне. Соответственно, первую проводку мы делаем в придонном слое. Провели, поклевок нет. Окей. Следующий сделали заброс. Точно так же считаем, но проводку, например, начинаем при счете 5. Приманка у нас уйдет... Примерно в половинку. Примерно в толще воды. Сделали проводку, поклевок нет. Следующую проводку мы начинаем при счете 1. Ну, соответственно, как только она у нас коснулась воды, мы начинаем проводку. Все, три основных горизонта мы пробили. То есть дно, средина и самая поверхность. Следующие там пару проводок можно сделать, там, например, начать при счете 8, да, и там при счете 3. Все, мы обловили все горизонты. И, соответственно, если где-то у нас произошла поклевка, там, например, при счете 5 у нас произошла поклевка. Все, отлично. Все следующие проводки мы делаем именно при счете 5, то есть в центре, в толще воды. И здесь уже начинаем подбирать приманку. Потому что форель очень часто, она делает такую штуку, то есть вот приманку ведем, она себя проявляет такими тычками. То есть вот она в эту блесну там щелкает, вот она бьет, но она ее не берет. Значит, мы понимаем, что рыба здесь есть, рыба активная, но что-то ей не нравится. Можно поставить... Да, нужно поставить точно такую же, например, блесну, но другого цвета. Можно поставить, например, там, блесну, которая будет иметь немножко другие колебания. То есть они же бывают там достаточно узкие, достаточно широкие. Ну, то есть это уже там каждый рыболов так или иначе понимает и знает, что узкая блесна будет давать там более такие низкочастотные колебания, да. А широкая блесна будет очень-очень так вот амплитудно и широко играть. Все, начинаем подбирать. Если у нас не берет на блесну, то мы уже там переходим на резину, ароматизированную и все такое. Ну, то есть здесь уже профессионализм рыболова, но самое главное понять горизонт, в котором она находится. Это вот, ну, наиважнейшие именно форелевые рыбалки. А насколько вообще обширен должен быть набор приманок именно на форель у рыбака? Можем сразу сказать, вот если у вас там пять разновидностей чего-то, то вам лучше, наверное, не соваться. Нужно побольше. Я хочу сказать так, что форелевая рыбалка, это, наверное, одна из самых-самых-самых рыбалок, в которой должен быть именно ассортимент приманок. Очень широкий. Очень широкий. Ну, соответственно, делаю вывод, что потратиться на эти приманки тоже надо. Ну, на самом деле здесь, во-первых, плюс в чем, вот такие вот платные водоемы, как, например, рыболовный клуб «Белуга», там нет коряк. Блесны мы не отрываем. И потратиться, ну, там один раз основных рабочих приманок, как правило, в коробке, вот на которой ловишь, это там, ну, от десяти там до двадцати. Ну, это приличный. Прикупить их несколько штук и попробовать. Вот. Это, во-первых. Во-вторых, например, вот тот же там рыболовный клуб, наш «Белуга», там очень часто находимся, вот мы там с друзьями или еще что-то. Пожалуйста, подходите, спрашивайте там. А, то есть разрешается? Конечно, это даже нужно. Да, просто обычно на реке, когда ты видишь коллегу как-то, не принято подходить. Здесь немножко по-другому, потому что мы хотим сейчас, чтобы это стало интересно людям. Есть определенное, скажем так, движение в этом ключе уже. Мы проводили зимние соревнования, мы видели, что народу приходило, там приезжало очень-очень много, и действительно интересно. То есть некая такая экзотика в рыбной ловле. Вот. И поэтому мы абсолютно спокойно делимся секретами, мы рассказываем, показываем рабочие приманки, мы можем там дать какие-то снасти подержать, там потестировать, покидать. Да, пожалуйста, ради бога, это наоборот только в плюс. Насколько изменчив, так скажем, характер у форели? Сегодня она клюет на эту приманку, то есть приманка работает, завтра она уже на это не обращает внимания. От освещенности очень много зависит. Вот еще раз повторюсь, она достаточно хитрая такая рыба, вот, и ошибочно думать, что ее очень легко поймать. То есть нужно, на самом деле, еще потрудиться абсолютно так, ну, четко там сработать, понять, на что. Вот, ну, там яркий пример, там буквально, не знаю, там две недели назад мы с товарищем приехали, вот у него был с собой черный воблер, а у меня не было. Соответственно, он поймал... Клебало? Он поймал, там, пять рыб, а я поймал одну. Ну, потому что вот в этот момент ей нужен был именно вот черный воблер, и все, вот, на него она клевала. На следующий день все, мы уверены в том, что вот... Василий взял черный воблер, воблер у нас будет работать. Мы взяли их достаточно много, приехали, мы не увидели ни одной поклевки. Я же говорю, хорошо. Специфичные. Вот. Немножко о снастях, да. Снасти должны быть достаточно деликатные. Ну, то есть вот японцы, опять же, законодатели мод в этом, спиннинги, вот эти вот ультралегкие, ну, на таком рыболовном сленге их еще называют вот лапша, да. То есть спиннинг очень мягкий, а нужен для того, что мы используем, во-первых, легкие приманки, которые мы закидываем. В общем, такой строй позволяет выполнить заброс, это раз. Во-вторых, от рыбалки нужно получать удовольствие. Ну, там какой-то дубиной вытянуть форель, там на берег выкинуть, но мы не за этим туда приехали. А на таком спиннинге рыбка весом в килограмм, она дает такой бой, что адреналин там прям зашкаливает, и мы действительно получаем там просто бешеное удовольствие от этой рыбалки. А так как в этом водоеме там нету каких-то укрытий серьезных для нее, да, нет там коряк или еще что-то, и зайти абсолютно некуда, действительно, мы вот ее вываживаем, и соперник очень достойный. И даже если у нас происходит обрыв, то с рыбой опять же ничего не произойдет. Да, мы потеряем приманку, обидно, жалко, досадно, но у рыбы она просто с безбородым крючочком выпадет изо рта, упадет на дно водоема, и все, форель будет дальше плавать и радовать поклевками. Так, понятно, со спиннингом катушка, вот уже, да, говорилось, что катушки небольшие. Катушки, да, они, соответственно, используются уже именно вот в класс спиннинга, это там максимум по классификации Shimano там 1500-е катушки, в основном это тысячники какие-то, шнуры, соответственно, используются точно-точно, ну, самые-самые тонкие, которые могут быть, это там 0.4-0.5 по японской классификации. А на ЕС это какой? Ну, вот разрывная нагрузка у этих шнуров там порядка, там, двух с половиной килограмм, ну, то есть такие вот очень-очень тонкие. Вот, по приманкам я уже сказал, что это может быть либо блесна, либо силикон, иногда хорошо работают воблеры, это тоже, опять же, миниатюрные приманочки, либо мелкие-мелкие номера вертушечек. Ну, вертушки, на самом деле, в такой ловле не очень удобны, многие думают, что, ну, вот вертушка простая блесна, там, кинул тени и все равно поймаешь. Это с лепесточком, да? Да, да, да. С лепесточком таким. Они достаточно эффективны, но сразу скажу, что лучше на них не делать ставку по одной простой причине, что мы используем очень тонкие шнуры, а вот эти вертушки, они их перекручивают. И, соответственно, прочность шнура падает еще процентов на 30, и на нормальной большой и хорошей рыбине, как правило, происходит обрыв, если еще, скажем так, рыболов не совсем опытный, там, фрикциончик на катушке где-то неправильно чуть-чуть отстроил, ну, к сожалению, обрыв может произойти, и рыба уходит. Опять же, наблюдал я такое уже, это видел, вертушки можно использовать, но не как основной класс, там, можно одну-две положить с собой, ну, вдруг, как говорится, но делать на них ставку не стоит абсолютно. Для того, чтобы приноровиться к местности, да, к водоему? Ну, да. Так, чтобы основная снасть, основная приманка, лучше не использовать вертушку. Как основную приманку, ну, для меня, по крайней мере, это однозначно колеблющаяся блесна, там, потому что, ну, варианты проводок различные могут быть, то есть, опять же, с вертушкой мы ее всегда тянем, по-другому никак она работать не будет. Вот, блесна универсальна тем, что она начинает работать уже даже в момент падения, то есть, в момент свободного падения она все равно производит колебания, когда она тонет, да, возможны поклевки. Уже среагирует, да. Уже форель может среагировать, плюс у блесны в том, что мы можем делать неравномерную проводку, вот, иногда это очень нравится рыбе, то есть, мы там делаем 3-4-5 оборотов катушки, у нас блесна играет, потом мы делаем паузу, в 1-2 секунды она начинает как раз вот сыпаться, сбивается с игры, очень часто в этот момент происходит поклевка. То есть, она это позволяет сделать. Другие типы приманок, они не настолько универсальны, там воблер тоже, у него определенное заглубление, то есть, глубже он не нырнет, выше мы его провести не сможем, и пока мы его тянем, он играет, если перестали вращать катушку, все, он остановился, игры нет, поклевок, как итог, не будет. Сколько обычно в случае с форелью нужно проводок сделать, чтобы понять, реагирует на нее рыба или нет? Вот, как раз, да, хороший такой вопрос, как правило, достаточно бывает 5-6 проводок, то есть, на первых 3-4 проводках мы определяем горизонт, а затем мы меняем приманку, то есть, как правило, ну вот, по моему опыту, да, я не скажу, что он у меня огромен, но я форель там ловлю уже достаточно давно, я делаю как? То есть, определил горизонт, понял, что вот там произошла какая-то поклевка, да, там был какой-то контакт с рыбой, соответственно, я на следующей проводке сделаю ее блесной же, но поменяв форму, не цвет, а именно форму, потому что вот на этот цвет был контакт, да, она там тыкнулась в него. Возможно, ей не понравилось, что там, возможно, да, там в колебаниях, потому что любая рыба и форель в том числе при охоте, да, за жертвой своей, там, да, за пищевым объектом, она руководствуется не только зрением, там, обонянием, но у нее самый один из важнейших органов чувства, это боковая линия, которая улавливает колебания именно, вот. Соответственно, точно такого же цвета я поставлю там, ну, либо похожего цвета поставлю блесну, но немножко другой формы. Если на этой проводке у меня не произошла поклевка, то следующую проводку я обязательно сделаю силиконовой приманкой. И если контактов нет, то я буду четко понимать, что, грубо говоря, там, горизонт мы выбрали правильный, но это была проходящая рыба. У форели есть особенность, она на водоеме всегда передвигается кругом, ну, то есть вот она ходит кружком, она не где-то вот скапливается, стоит или еще что-то, она всегда передвигается кругом, это прям заметно, то есть вот стоишь, ловишь, прям бах-бах-бах, там, 2-3 поклевки, там, сколько-то поймал, и все, и перестало, и смотришь, там, следующее начинает ловить, там, да, то есть вот она пошла кругом, хоп, смотришь, там, на противоположном берегу поймали, ты понимаешь, что сейчас, ага, вот сейчас вот подойдет. Ну, в основном она вот так вот передвигается Понятно, что есть у нее там какие-то, грубо говоря, места, где она может стоять Но основной цикл движения у нее вот такой Связано все с тем, что форель туда запускают искусственно выращенную А искусственно выращенную форель Она в ограниченном пространстве находится? Во-первых, находится в ограниченном пространстве Во-вторых, когда ее смолька выращивают Вот если кто бывал на форелевых фермах, то наблюдали, что Это вот такой огромный, ну как огромный, такой бассейн, в котором есть циркуляция воды И вода там всегда течет по часовой стрелке Вот прям таким вот кругом И ты приходишь на эту форелевую ферму и наблюдаешь такую картину Что вот вся эта масса форели, она просто вот так вот по этому течению, грубо говоря, там ходит За свежим притоком воды И, соответственно, у нее это, скорее всего, уже входит в привычку Откладывается на каком-то там генном уровне, да, еще что-то И когда ее выпускают уже в водоем, она точно так же начинает ходить Хотя там течения уже абсолютно никакого нет По старой памяти По старой памяти, да, у нее это есть Поэтому если у меня там в течении, грубо говоря, там шести вот этих вот проводок Которые я сделал, не произошло именно поимки То здесь уже нужно просто менять место и все Ну там бывает достаточно сместиться там на 10 метров в сторону И рыбу мы поймаем То есть там не нужно бегать там Если мы увидим, вот как многие делают на обычной рыбалке, да Вот бывает там сидит несколько человек на берегу там смотрит Хоп, там один поймал Ага, пойду-ка я там к нему рядышком сяду У него клюет, у меня не клюет Здесь такого не будет Потому что если мы увидели, что, например, на противоположном берегу там произошла поимка Мы собираем все свои снасти, бежим туда, приходим, а все, она двинулась дальше И здесь мы уже ничего не поймаем Перед рекламой хочу выяснить вопрос Форель все-таки предпочитает стаями находиться или такая индивидуалка она? Стайная рыба Стайная? Конечно То есть угадав горизонт, угадав где она находится, большая вероятность, что ты снова и снова Да Угадав горизонт, угадав Приманку, попав в приманку И поняв, в какую сторону происходит движение рыбы Ну да, за ней можно просто идти и так планомерненько ее уже там полавливать Сейчас реклама будет Я напоминаю, что это программа Трофея рыбалка Василий Мамонов, наш гость, профессиональный рыболов, эксперт компании «Арсенал» на Комсомольской 8 Мы говорим сегодня о рыбалке, коммерческой рыбалке в пределах нашего города И вот презентуем вам конкретно рыболовный клуб «Белуга» Кстати, мы не озвучили адреса, наверное, можно это сделать Ну да, конечно, нужно Чистые пруды, точный адрес Слобода-Столбик, улица Советская, 2-1 Можно проще объяснить Если ехать в Чистые пруды, из центра города, на Учхоз, если ехать, то вы мимо не проедете Не проехать никак Там и баннеры огромные висят, и забор красивый, и водоемчик видно Так что там всегда машин много Да-да-да Еще раз напоминаем, что 28 октября в воскресенье там состоится турнир по ловле форели как раз-таки на спиннинг Участие абсолютно свободное, все желающие могут присоединиться Совершенно верно Поучаствовать Начало в 10 часов утра, 28 числа в 9 регистрация И на все про все будет 2 часа 2 часа Очень хорошие призы обещают нам организаторы и Василий, в частности Обязательно Давайте сейчас рекламу небольшую сделаем и продолжим Рекламно-информационная программа Генеральный партнер программы – компания «Движение нефтепродукт» Трофей! Рыбалка! Рыбалка форели с спиннингом Сегодня мы говорим об этом, и все, о чем мы сегодня беседуем С Василием Мамоновым, профессиональным рыбаком, экспертом компании «Рассенал» Это все можно попробовать применить 28 октября, непосредственно на турнире Да У меня еще тоже интересный вопрос Вот конкретно на этом водоеме, да, рыболовный клуб Белуга Чтобы поймать удачно форель Про проводки уже поговорили, особенности приманки и так далее Простым языком выражаясь, кидать можно куда угодно приманку Я не знаю, обязательно это делать под прямым углом к берегу Либо можно как-то поэкспериментировать в стороны, ближе к берегу, подальше от берега Имеет какую-то это роль Вот здесь тоже нужно понять, где стоит рыба Форель такая штука, как правило, если мы приезжаем на водоем утром, ну вот достаточно рано там открывается, там в 6 утра, в 7 утра начинаем рыбалку, то, как правило, рыба будет находиться под берегом Ну, то есть там делать забросы дальше 10 метров от берега просто даже и можно не делать их А лучше всего делать забросы вдоль берега Опять же, не знаю, с чем это связано, но вот это уже проверено неоднократно Тянется к людям Возможно То есть рыба находится около берега И вот мы замечаем, например, чем ближе к обеду, тем дальше от берега рыба отходит К вечеру у нее происходит обратная такая штука Соответственно, мой совет, если мы приехали утром, то ловим мы где-то в прибрежной зоне Вот, если мы приехали там на водоем, например, в обед, то, как правило, забросы лучше делать как можно дальше Это прямо сколько вот позволяет? А вот снасть, да? Позволяет, да, просто кидая вперед, там, перед собой и все Если мы приехали на водоем уже там ближе к вечеру, то, как правило, тоже лучше всего облавливать прибрежную зону И я вот уже в начале нашего разговора, да, в начале передачи сказал, что у форели существует такая штука, как привыкание к приманкам Рыбаков приходит достаточно много на водоем Разнообразие большое Разнообразие большое, там плюс-минус, там начинают что-то там где-то подбирать И вот мы замечали такую штуку, например, сегодня там хорошо клюет розовую блесну Все классно, вот все ловим И у нее предпочтения у форели меняются даже не то, чтобы я скажу там день через день Они у нее в течение дня меняются несколько раз То есть вот первые там два часа, там кто-то увидел, ага, вот он поймал на розовую, да, я тоже поставлю розовую Там третья, а ты на какую ловишь? Я на розовую О, у меня там тоже есть розовая Все, через час она на эту блесну, вот на этот цвет она реагировать не будет вообще То есть ее нужно постоянно чем-то удивлять Постоянно что-то подбирать Больше того, вот, например, про горизонты ловли я сказал В течение там часа горизонт ловли может кардинально поменяться То есть мы ловили в толше воды Рыба ходит Да, мы ловили в толше воды, там что-то клевало у нас, все здорово, мы ловили Проходит там 30-40 минут, у нас поклевок нету Все, мы делаем ту же самую процедуру, которую мы делали, как только пришли на водоем Мы опять начинаем искать горизонт Вот, то есть нашли снова горизонт, подобрали приманку, удивили ее чем-то, начали ловить Я неспроста сказал о том, что силиконовые приманки, которые используются при ловле форели Они с такими вот аттрактантами, достаточно специфичными, то есть там сыр, креветка, еще что-то И это на самом деле очень важно, у нас были такие интересные случаи, когда одна и та же по форме там силиконовая приманка Одинаковые абсолютно расцветки, одна там с аттрактантом сырным, а вторая там, если память не изменяет Вообще была какая-то тути-фрути, вот такой вот сладкий какой-то аттрактант Вот, на тути-фрути вот на этот клевало А сыр остался неуделан Был никому не нужен, кроме мышек, ну вот как-то так И, соответственно, вот именно в форелевой рыбалке, чем она интересна, чем она и хороша Это постоянное движение, да, постоянно какой-то поиск чего-либо необычного И там все меняется очень быстро Еще раз повторюсь, что многие ошибочно считают, что это очень простая рыбалка И она там может быть неинтересной, поверьте мне, это очень увлекательная и затягивающая такая специфика Я даже вот по себе могу сказать, ну я как-то так скептически к этому всему относился То есть мне всегда хватало рыбалки там на наших диких водоемах, да, все В естественной среде Да, в естественной среде, но в последнее время там очень часто бывает так, что там с работой еще с чем-то времени не хватает И вот буквально там приезжаешь на несколько часиков и потом уже себя ловишь на мысли, что тебе приятно, что ты за эти там пару часов, например, которые ты находился вот на этой рыбалке Ты смог понять, что нужно рыбе, да, определить там приманку и все-все-все, и ты смог ее перехитрить То есть такая, ну, охота, скажем так уже, да, и она прям затягивает ого-го Поэтому welcome всем 28-го числа там покажем, расскажем И снасти какие-то будут, да, и советы дадим И все объясним Ну, я напомню, что Василий все-таки пропагандирует рыбалку с последующим выпуском рыбы обратно Но вот здесь Естественную среду обитания Да Но там есть свои нюансы Да, там свои нюансы Здесь мы, к сожалению, рыбу пока мы не отпускаем То есть всю рыбу, которую мы поймали, соответственно, мы забираем домой и готовим из нее очень там вкусный ужин Все что угодно Ужин, обед, все что угодно Связано все с тем, что пока у нас И на турнире тоже, да? На турнире тоже, да Потому что у нас пока это первый, скажем так, такой водоем, на котором он есть И для того, чтобы там наладить именно принцип поймал-отпусти, нужно достаточно много факторов То есть, во-первых, это, например, там, ну, все рыболовы, которые туда приходят, они должны обязательно ловить, как я уже говорил, на безбородые крючки Не травмировать Вот, да, у каждого рыболова, который туда приходит и хочет ловить по принципу поймал-отпусти, должен там быть силиконовый подсадчик Да, у них должно быть понятие о том, как рыбу там отпускать, да То есть форель достаточно нежная рыба, трогать руками ее вообще не рекомендуется Даже вот в естественной среде, где мы ловили форель, перед тем, как взять, мы ловили с рыболовным гидом Он нам сказал, ребят, вот представьте, у тебя там температура тела там 36,6 Вода, в которой живет вот эта форель, вот в которой мы там ловим, мы ловили ручьевую форель Прохладненько очень Там вода 12 градусов Перепад вот такой температур, рыба получает просто оржок Шок Шок, 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 когда мы трогаем ее руками Соответственно, ну, такая рыба не выживает, как правило, потом Перчатки нужны? Руку смочить А, смочить Ну, руку подержать в воде, да Привести в тот температурный режим, хотя бы близко к этому Вот, поэтому здесь мы рыбу вообще руками не трогаем И нужны специальные там приборы, то есть есть такие, они называются там реализеры, да Специально, чтобы если мало ли уж крючочек безбородой глубоко застрял, ну, чтобы его там можно было достать Вот, это все нужно объяснять, это все нужно показывать Мы к этому стремимся, да, в планах там есть, возможно, и сделать и турнир там по живой рыбе, да, немножко по другим правилам Но это все впереди, но пока мы ее забираем Еще раз повторюсь, рыба достаточно вкусная, приготовить там из нее очень много интересных блюд Можно и соленая, она там замечательная, и жареная, и в духовке там, как угодно А, кстати, да, кстати, что опыт говорит о том, как форель вообще, ну, приманку, что ли, обрабатывает Насколько агрессивно она на нее набрасывает, в сравнении с той же щукой Бывают такие моменты, что она прям, ну, не знаю А форель? Точно так же Так же, да? Довольно жадная такая Это хищник, поклевка у нее очень-очень мощная С учетом того, что у нас в руках находится очень деликатная снасть Очень деликатная снасть Там прям, говорю, удар такой, что ого-го, особенно вот если она клюет в прибрежной зоне где-то рядышком Она дает жару просто И плюс на вываживание, это очень-очень активная и сильная рыба Она делает свечки, она выпрыгивает из воды Ну, то есть это прям феерия такая, что смотреть даже на это очень приятно Давайте сейчас проговорим основные принципы вываживания форели именно на спиннинг Основной принцип вываживания форели на спиннинг, это дать спиннингу работать Вот очень многие неправильно делают, вот я наблюдал тоже такие картины Можно же сразу, вот, да И скорее бы к себе ее Там чуть ли не в прямую линию и начинает там бешено вращать катушки и крутить Но, как правило, вот это заканчивается в пользу рыбы Ну, потому что просто она там обрывает все на коротке где-нибудь и сходит Вот У нас неспроста в руках очень легкий спиннинг Ну, как я уже сказал, он очень-очень гибкий То есть там нужно просто максимально загрузить бланк То есть поднять удильщик вверху, чтобы он согнулся Оно будет отрабатывать все рывки рыбы Мы получим удовольствие и рыбку абсолютно спокойненько достанем Вот И самое главное, это вот на катушке должен быть настроен фрикционный тормоз таким образом Чтобы у нас шнур сходил там, ну, без каких-то малейших там усилий, да Чтобы он уходил при агрессивных рывках Но самое главное правило, это дать спиннингу работать Не нужно ее оголдело, там, пытаться вытащить на берег, там, выкинуть через себя там еще что-то С такими снастями, во-первых, этого не получится, это раз Во-вторых, ну, удовольствие нужно получать от рыбалки-то Процедура, сколько времени вываживание такого грамотного занимает приличной? Ну, хорошую рыбу, ну, такую, скажем так, килограмма на полтора Вот я доставал на спиннинг с тестом до 4 грамм Это где-то порядка там 3-4 минут такого удовольствия Ну, довольно продолжительное время, да Успеваешь понять, что к чему насладиться Ну, она очень сильно сопротивляется Прям, я говорю, там, такие ни с чем не забываемые эмоции Прям, ну, другая рыба, немножко по-другому ведет, нежели вот наша обычная там дикая пресноводная рыба Слушайте, чем подкармливают форель в рыбном клубе? Ничем Ничем? Ничем Тема хорошо, что она, во-первых То есть она вечно голодная, и поэтому она активно вот охотится Она постоянно в таком вот, скажем так, голодном режиме Нет, ну, там в любом случае есть какая-то живность, да, которую она может кушать В форелевых хозяйствах ее кормят там специальными кормами Для того, чтобы она достаточно быстро набирала вес Вот, в естественной среде она питается, как я уже говорил, там, жучками, паучками, мелкой рыбой и всем оставшимся А здесь вот она как раз в таком всегда агрессивном настроении То есть она всегда хочет кушать Всегда хочет кушать, поэтому шансы очень велики Два часов сорок девять минут, не так много времени у нас остается на беседу Василий Мамонов, эксперт компании «Арсенал» на Комсомольской 8, профессиональный рыболов Мы говорим о ловле форели на спиннинг И 28 октября в рыболовном клубе «Белуга» в «Чистых прудах» будет турнир, собственно, по этой самой ловле Могут присоединиться все желающие И, кстати, вот сейчас уже можно, наверное, сказать о том, что рыболовный клуб «Белуга» тоже становится партнером нашей программы И через неделю мы разыграем подарочный сертификат на очень даже неплохую сумму От рыболовного клуба «Белуга» Внимание — это очень важный и очень ценный, на мой взгляд, приз Ну а теперь настало время все-таки связаться с победителем розыгрыша подарочного сертификата от компании «Арсенал» Сейчас предлагаю нашему редактору набирать его по телефону В прямом эфире с ним пообщаемся Выясним, как давно занимается рыбалкой А, ну да, если говорить о том, как зовут нашего победителя Александра Булдаков Достаточно молодой мужчина, судя по его профилю ВКонтакте Ему 32 года, работает он на российских железных дорогах Фотографии у него там очень много связанных с рыбалкой Тут с трофеем, там с трофеем А, ну да, следует напомнить, что конкурс, который мы объявляли в группе нашей радиостанции ВКонтакте В чем его суть, собственно, состоит Вы там выкладываете фотографии своих долгожданных трофеев И еще пишете описание, где, как, на что вы поймали, какие эмоции получили Конкурс этот будет продолжаться долго, не одну неделю, две, три, четыре, а дольше Он будет продолжаться, и вы можете продолжать выкладывать туда свои фотографии, свое описание Следите за, еще раз повторюсь, за группой нашей радиостанции ВКонтакте Вот уже мы связались, да, с нашим победителем Сейчас пообщаемся и продолжу рассказывать об условиях конкурса Александр, добрый вечер Добрый вечер, Александр Добрый вечер, Владимир Да, Василий Мамонов, да, здесь тоже с нами Очень рады за вас, за то, что вы победили в нашем конкурсе Подарочный сертификат от компании «Арсенал» вам достается Ура, поздравляем Спасибо, спасибо Да, Александр, я вашей супруге чуть раньше звонил Думал, вам позвоню, а позвонил вашей супруге Вот я ей сказал адрес, куда можно уже прийти за этим подарочным сертификатом Могу сейчас повторить, Московская, 40, завтра вас ждем Хорошо, буду Да, приходите, либо кого-то отправляйте Вот, поделитесь, пожалуйста, с нами Вы как давно увлекаетесь рыбалкой? Что ваш конек, вы считаете, рыбалка на какую рыбу? Поподробнее, пожалуйста Ну, рыбалкой я увлекаюсь вообще с самого детства Вырос я в деревне Пруд был практически рядом с домом И все детство прошло на нем Начинал ловить карася, наверное, да? Да, наверняка, да Да, начинал карась, платва Потом немножко постарше Перешел на карпа Но щуки у нас, к сожалению, там вообще не было Ну, а сейчас? Сейчас, да, практикую спиннинг Отваиваю новые приманки Пытаюсь как-то перейти на джик Это практически новая снасть для меня Вот у нас победители конкурса, да, когда нужна программа Тоже джигалов, да, начинающий А почему именно джик? Ну, мне кажется, это снасть какая-то все-таки более трофейная Все так считают, на самом деле Более достойные, да, можно экземпляры поймать В какой-то мере это на самом деле так и есть Александр, ну, самый большой улов Самый большой трофей, который вам попадался за вашу рыбацкую карьеру Это что? Это кто? Это все-таки вот щука, которая была на фотографии А, которую вы отправили, да? На сколько в ней веса? 10 килограмм ровно было Супер трофей 10 килограмм, но достойный, очень достойный соперник Да Как раз на джик, да? Напомните Нет, клянула она все-таки на воблер А, на воблер, да А как у вас с зимней рыбалкой? Все-таки на носу холодное время года Да, это тоже бывает Тоже приветствуйте Да Конечно Вот мы с Василием в прошлой программе говорили о том, как правильно подбирать Костюм Да, одежду верхнюю, в том числе для зимней рыбалки Вот вы обязательно послушайте, переслушайте Там очень много полезных советов Александр, еще раз поздравляем Подарочный сертификат от компании «Арсенал» ваш Приходите обязательно к ним За ним, к нам на радиостанцию Ну и, безусловно, продолжайте участвовать в наших конкурсах Хорошо? Хорошо, спасибо вам большое Да, хорошо, пожалуйста Это наш победитель Александр Болдаков Сейчас поподробнее расскажу еще раз о конкурсе Еще раз В нашей группе ВКонтакте Размещен специальный пост Ну мы их там меняем Ну понятно, что к чему Там можно выкладывать фотографии своих трофеев долгожданных Описание, плюсам Каждую неделю мы подводим промежуточные итоги Вручаем какой-то приз Так получилось, что генеральный У нас месяц подходит к концу Да, и мы изначально планировали Что в конце месяца у нас будут такие большие призы И вот через неделю В следующей программе В четверг В следующей программе Трофеи «Рыбалка» Мы разыграем, ну если хотите Ну суперприз Во-первых Прошу обратить внимание Вот я уже сказал про Подарочный сертификат От рыболовного клуба «Белуга» На хорошую сумму мы его разыграем А еще Генеральный партнер Наш движение «Нефтепродукт» Без которого нет ужения Да-да-да Он готов подарить И подарит, безусловно, победителю конкурса 30 литров бензина Ультра-92 Класс Вот как раз и на рыбалочку-то, да? И на рыбалочку тоже можно будет съездить Сейчас объясню подробности конкурса Вот Александр, сегодняшний победитель Его программа компьютерная Выбрала приложение Известное «Рэндум» ВКонтакте То есть это случайный выбор А суть вот этого конкурса На этот суперприз Будет заключаться в чем? В том, что мы Ну, вместе с Василием Я прошу Василия поучаствовать Отберем не менее трех самых лучших На наш взгляд фотографий Таких говорящих Не менее трех самых лучших описаний И устроим голосование Там же в нашей группе ВКонтакте И, соответственно Чья картинка Чья история Наберет больше всего лайков Ну, конечно же Тут можно привлекать Как это бывает Друзей Родственников И так далее Вот тот самый И получит И 30 литров бензина 92-го Ультра От компании Движение нефтепродукт И подарочный сертификат От рыболовного клуба Белуга Если есть какие-то еще вопросы Остались Пожалуйста Заходите в группу ВКонтакте В нашей радиостанции Вот так вот По-моему, все объяснил Ну, да Василий, все понятно Да, я думаю, что здесь Да, все понятно Поэтому Огромная просьба Высылайте фотографии Со своим трофеем И самое главное Все-таки Напишите Как Да Где Как На что Ну, особенно Где Может, мы приедем Попробуем Нет, на самом деле Да, напишите Как Где На что Какие эмоции Вы получили Будет очень здорово Если напишите Какими снастями Был пойман этот трофей То есть нам хотя бы Понимать вообще На что, где И как Вот Это будет очень классно Ну, и да Действительно Повыбираем Выберем достойнейшего И получит Замечательный приз Боюсь, сейчас вот Задам вопрос Вот раз уж Александр сейчас говорил Про джик А мы говорим Про форель Сейчас Василий, наверное Воскликнет Это же дурной тон Нет Пытаться Нет Форель ловить на джик Или все-таки Можно Такие попытки делать Мы на самом деле Вот на Как я уже сказал Вот на резину Когда ловим форель У нас это очень-очень близко К джиговой ловле Единственное Что В нашем Обычном понимании Там джик Ну достаточно Такой тяжелый груз Там ловим на течении Где-то в каких-то корягах Разные грузы Да Там Какую-то трофейную рыбу Здесь все происходит Точно так же С единственной Лишь разницей В том, что Веса вот этих вот головок Которые мы используем Очень-очень легкие Или вообще их нет Или без веса Ты не закинешь Все-таки Нет, без веса Можно закинуть Потому что резина Имеет свой там Какой-то вес Но, как правило Нужна огрузка Для чего она нужна? Потому что Чтобы заставить резину Играть Да Ей нужно Ей нужно Придать ускорение Чтобы она начинала тонуть Чтобы За счет плотности воды Она начинала играть Поэтому Хотя бы минимальная Но огрузка нужна Здесь очень такие Специфичные Опять же Используются Вот эти джиг-головки Да Там веса Полграмма даже Вот бывает Полграмма Да Грамм Полтора И вот Максимальный вес Например Который я там использую Там порядка Трех грамм всего Ну потому что Камнем падать Не должна То есть там Приманка Именно должна Парить Зависать Это во-первых Во-вторых На резину Мы бывает Точно так же Ловим Не в классическом Понятии Как мы это делаем Джигом Там с постоянной Ступенькой Там стучением По дну А бывает Мы ловим Пилогическим Джигом В толще воды То есть если Форель стоит В толще воды И реагирует Только на резину Мы ставим Максимально легкую Голову 0,5 0,7 грамма И ловим В толще воды То есть не даем Там ей отпускаться Делаем такую же Проводку Джиговую То есть там Два оборота Пауза Два оборота Пауза Но приманка У нас парит Постоянно В толще воды То есть пилогический Джиг Бывает Бывает Что мы Как бы Это банально Смешно Не звучало Бывает Что мы Ловим Джигом Поверху По самой поверхности То есть Проводка Должна быть Более интенсивной При маленьком Это очень-очень Легкий вес Как только Приманка У нас падает Мы ей там Буквально Даем заглубиться Там раз-два Считаем Затем делаем Два оборота Мы прям видим Что вот она Хоп Вынула Приманка Снова Даем паузу Она снова У нас там Утонула На 10 сантиметров Снова вынула Снова утонула Иногда Вот это Приносит Прям колоссальный Результат И еще раз Вот Ловля Именно с поверхности Она очень интересна И зрелищна Потому что мы видим Как рыба То есть мы видим Как она атакует Эту приманку Как прям происходит Поклевка Это все на глазах Это ну Незабываемо На самом деле Истекает время Наше к сожалению Практически час пролетело За этой приятной беседой О рыбалке Еще раз напоминаем Что рыболовный турнир В клубе Белуга Состоится 28 октября В воскресенье В следующее Соответственно В воскресенье В интернете Тоже можно найти Эту информацию В группе На сайте В группе В группе Вконтакте Клуба Белуга Это все будет выложено То есть анонс будет Правила и регламент Соответственно Выложены Так что Найти информацию Не проблема Ну и мы будем Очень стараться Приоткроем небольшой Хотя какой-то секрет Что мы Будем очень стараться Выездную запись программы Сделать Вот именно С демонстрацией того Как ловить Возможно А я думаю Что даже в кадр Сможем поймать рыбу Покажем какие-то Хитрости проводок Я покажу Там свой арсенал Приманок Которые там существуют О чем-то расскажем Зададим вопросы Участникам Да И победителям Которые будут выявлены На этом турнире Так что будет интересно Да Еще раз напоминаю Что программа Трофея рыбалка Выходит не только в четверг После восьми вечера Повторяется программа В воскресенье После шестнадцати часов Ну и естественно Видеоверсия есть Мы снимаем Видно и гостя И все что у нас тут Происходит в студии Ну и соответственно Видеоверсию этой передачи Смотрите уже завтра Да На сайте нашей радиостанции Ссылки будут в группе Вконтакте В фейсбуке В одноклассниках Так что все доступно Спасибо большое Василий Мамонов Представитель партнера Нашей программы Компания Арсенал Генеральный партнер Компания Движение Нефтепродукт Без движения нет ужения До свидания Всего доброго Генеральный партнер программы Компания Движение Нефтепродукт Трофей Рыбалка